Памятный знак «Юный защитник Отечества» получили ученики Московской школы номер 1861. Их парадный расчет стал лучшим среди других кадетских и юноармейских отрядов, маршировавших по площади Куйбышева на параде памяти. Школьники рассказывают, что секрет успеха в сплоченности, единстве и усердной работе. К параду готовились несколько месяцев, отрабатывая синхронность шага и звонкость песни. Это больше наше усердство, наши, наверное, способности. Мы уделяем этому огромное внимание. Это большая честь и гордость для нашего города, нашей школы и наших ребят. Всего в конкурсном смотре парадных расчетов принимали участие 18 кадетских и юноармейских отрядов из 15 регионов России. Оценивали ребят генералы российской армии. Второе место у Оренбургской кадетской школы-интернат имени Неплюева. Третье место поделили расчеты Самарской школы номер 170 и Казанской кадетской школы-интернат имени Героя Советского Союза Кузнецова. И сегодняшнее событие, в котором мы вместе с вами участвовали, и я имел честь с вами участвовать, честь каждому здесь присутствующему, навсегда осталось в вашей жизни. Спасибо. Мне пообещали дать с этого парада флешку, что я в Москве, когда буду выступать перед молодежью, я обязательно покажу, как вы проходили, как вы старались. Старались во имя того, чтобы сохранить ту великую память о тех, кто в далеком 41-м, 7-го ноября, прям с парада уходили на фронт. После награждения для ребят выступил Василий Лановой, народный артист СССР, любимый многими за роли в фильмах Павел Корчагин и «Офицеры». Актер представил свой моноспектакль, рассказывал о своей семье, о войне, об акции «Бессмертный полк» и, конечно, о закулисе театра и кино. Я говорю, какой эпизод? У меня уже Корчагин, у меня уже крупная роль. Какой эпизод вообще? Он говорит, Вася, дурак ты. Иногда маленькая роль переживет любую большую. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.